Уважаемые зрители, добро пожаловать на наш канал, где мы с вами разбираем сложные и трагические судьбы известных личностей. В этом месяце, который кажется бескрайне долгим, мы продолжаем получать печальные вести из мира мировой политики. На очередном заседании Государственной Думы министр обороны Андрей Белоусов сделал заявление, которое потрясло собравшихся депутатов. В этот день обстановка накалилась до предела. Этот политический градус начал накаляться еще в конце прошлого месяца, когда расхождения во взглядах на оборонную и социальную политику достигли критической точки. Белоусов обвинил Голикову в недостаточной эффективности социальных программ, заявляя, что они лишь создают иллюзию помощи уязвимым слоям населения. Володин же, в свою очередь, усмотрел в действиях Белоусова попытку дестабилизировать депутатов Госдумы. Не выдержав давления, Голикова спешно покинула заседание, что послужило причиной оживленных дискуссий в политических и общественных кругах, с еще большим градусом накала. Министр обороны, не скрывая своего возмущения, открыто обвинил Голикову и Володина в коррупции и пренебрежении интересами народа. Эти люди, по его мнению, лишь создают видимость работы на благо страны, преследуя свои личные интересы. Общество разделилось на два лагеря. Одни поддерживают Белоусова, видя в нем человека, способного навести порядок и улучшить ситуацию в стране. Другие считают, что его действия могут привести к дополнительному хаосу и нестабильности. Михаил Мишустин оказался в сложной ситуации, с одной стороны, ему необходимо учитывать мнение министра обороны, с другой поддерживать стабильность в правительстве. Но на этот раз министр обороны прихватил с собой солидную папку с документами и в ответ на критику и призывы к извинению, заявил. Вчера были задержаны четыре депутата, которые своровали свыше 200 миллиардов рублей из обороны, помогая выводить деньги за рубеж и имея от этого очень солидный процент. Вот вы на прошлой неделе заявляли о своей честности и отсутствии замешательства в коррупционных делах, однако данные проверки говорят об обратном. Проверка показала, что некоторые многое утаивают от глаз и ушей как простого народа, так и следственных органов. Отдельные лица имеют громадное имущество, которое невозможно приобрести за десятилетия честной и упорной службы. Дворцы на Рублевке стоят десятки миллиардов, откуда такие деньги? Вы все молчите, заявляя, что все нажито честным путем. Но наша проверка показывает, что вы курируете различные вопросы для бизнеса, выгодные для предпринимателей, а не для народа. Министр детально описал процесс задержания политиков, в числе которых оказались влиятельные депутаты с обширными связями. Он представил убедительные доказательства их преступной деятельности, включая банковские документы, свидетельские показания и данные внутренних расследований. Расследование, проведенное совместно с Главным управлением ФСБ и Следственным комитетом России, длилось несколько месяцев и вскоре будет обнародовано. Министр обороны подчеркнул, что такие действия не только нарушают закон, но и являются предательством. Вместо служения народу, эти лица злоупотребили своими полномочиями для личной выгоды. Он детально описал схему хищения, указав на то, что средства из бюджета Министерства обороны были выведены через заключение фиктивных контрактов и финансирование несуществующих проектов. Деньги прошли через сеть подставных компаний и были переведены на офшорные счета, откуда распределились между соучастниками преступного плана. Стоит отметить, что Минобороны направила в июне аж 23 иска к строительной компании о взыскании убытков, речь идет о миллиардах. Министр обороны выразил недовольство существующим положением дел. Он также подчеркнул необходимость принятия законов, которые будут работать на благо народа, а не обслуживать интересы узкого круга элиты. Позиция министра обороны поддерживается, но встречает сопротивление. Белоусов не собирается извиняться перед депутатами Госдумы. Его действия вызывают критику среди парламентариев, так как он начинает выходить за рамки своих полномочий. Итак, уважаемые зрители, мы продолжаем следить за развитием этой драматической истории. Недавние заявления министра обороны Андрея Белоусова стали настоящим шоком не только для депутатов Госдумы, но и для всей общественности. После ошеломляющих обвинений в коррупции и предательстве интересов народа, политические круги не смогли остаться равнодушными. В ответ на это, Голикова и Володин попытались дать свои объяснения. Они категорически отвергли все обвинения, заявив, что деятельность министра обороны носит провокационный характер и направлена на дестабилизацию ситуации в стране. Однако, многочисленные свидетельства, представленные Белоусовым, продолжают вызывать большой резонанс. В социальных сетях и на независимых новостных порталах активно обсуждаются документы и доказательства, предоставленные министром. Многие задаются вопросом, сможет ли правительство игнорировать такие серьезные обвинения. На фоне этих событий, Михаил Мишустин оказался в крайне непростой ситуации. Ему предстоит принять решение, которое может существенно повлиять на дальнейшее развитие политической обстановки в стране. С одной стороны, поддержка министра обороны и его антикоррупционных инициатив может укрепить его позиции в обществе. С другой стороны, отказ от поддержки Галиковой и Володина может привести к серьезному расколу внутри правящей элиты. Тем временем, общественные организации и активисты требуют немедленного проведения независимого расследования по всем озвученным фактам. Они призывают власти к полной прозрачности и честности в этом вопросе. По их мнению, только так можно восстановить доверие народа к правительству и предотвратить дальнейшее обострение ситуации. Министр обороны Андрей Белоусов продолжает настаивать на необходимости реформирования системы государственного управления и усиления контроля за деятельностью государственных служащих. По его мнению, только радикальные меры могут привести к улучшению ситуации в стране и восстановлению справедливости. Также стоит отметить, что на международной арене данные события не остались незамеченными. Многие зарубежные СМИ активно освещают происходящее в России, анализируя возможные последствия для внутренней и внешней политики страны. Общественные организации также не остались в стороне. На улицах Москвы и других крупных городов прошли митинги в поддержку антикоррупционных инициатив. Люди вышли с плакатами и транспарантами, требуя прозрачности и честности от своих избранников. В социальных сетях продолжаются активные обсуждения, многие пользователи выражают свою поддержку Андрею Белоусову и его усилиям по борьбе с коррупцией. Международные реакции также не заставили себя ждать. Представители иностранных правительств и международных организаций внимательно следят за развитием событий в России. Некоторые страны выразили свою обеспокоенность ситуации и предложили свою помощь в проведении расследования. Это еще больше усиливает давление на российское правительство и вынуждает его принимать более решительные меры. Пока мы не можем точно сказать, как завершится этот политический кризис. Одно можно утверждать точно, события последних дней оставят значительный след в истории российской политики. Мы будем продолжать следить за развитием этой ситуации и информировать вас о всех новостях и изменениях.